Добрый день, Наталья. Да, здравствуйте. Я очень рада встрече с вами, потому что на самом деле у меня есть вопросы касательно себя же самой, на которые я не могу пока найти ответы. Я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Я бы хотела поговорить о личной жизни, потому что я думаю, это для многих сейчас девушек в моем возрасте актуальный вопрос. Так происходит, что отношения завязываются, а потом не всегда по понятной мне причине они заканчиваются, причем как-то резко, обрывисто. И я бы, наверное, хотела разобраться немного в себе, чтобы вы мне с этим помогли. Наталья Бабуненко – трансформационный тренер. Автор более 50 тренингов и семинаров по улучшению качества жизни, выстраиванию гармоничных отношений в паре, с родителями, родом, самим собой, несколько высших образований, биохимия, экономика, психология, сертифицированный тренер, коуч РПТ, НЛП-практик. Более 10 лет опыта в коучинге, консультант по вопросам межличностных отношений, автор и ведущая онлайн-вебинаров интернет-школы «Рассвет». Здесь вот такие у меня есть картиночки, они с изображениями лиц людей. И я вам предлагаю следующее. Я вам предлагаю сейчас отсюда выбрать картиночку, которая будет характеризовать вас сейчас. Тут важно не внешнее скотство, а именно то состояние, которое из этой картинки идёт, то есть то ощущение. Пожалуй, вот эти четыре. Определяться будем следующим образом. У нас есть такой тест кинезиологический. Он может работать через руку, может через пальцы. Потому что вот наше бессознательное, оно напрямую с телом связано. То есть от ума мы можем думать всё, что угодно, да, а правду знает тело. Вот так вот сделайте, два пальца, это безымянный и большой только на той ручке. Я буду пытаться их рожать. Здесь картинка «Меня без отношений» есть. Вы смотрите на них. Картинка «Меня без отношений» здесь есть. Она в верхнем ряду. Она в верхнем ряду. Она в нижнем ряду. Она в нижнем ряду. Это моя картинка. Да, вот она. Всё-таки она. Какие у неё внутренние состояния, эмоции, чувства? Мне кажется, у неё какой-то баланс внутри, в принципе, есть. Какая-то гармония внутри у неё есть. Потому что я смотрю на неё, она у меня не вызывает какое-то сожаление. Вот у меня она ассоциируется с каким-то спокойствием. Отлично. Теперь найдём картинку, которая будет характеризовать меня замужем в отношении. Мы описываем теперь эту картиночку. Вот я сейчас на неё смотрю, мне кажется, что у неё на глазах чуть-чуть слёзы наворачиваются. Да вроде бы и счастливая, а в то же время что-то не до конца, мне кажется, счастливая. Мне уже не нравится эта картинка чего-то. Ну, конечно, с таким настроением и замуж, и выйти невозможно, собственно. То есть если в моём уже бессознательном нарисован образ несчастный в этих отношениях, то, естественно, эти отношения не могут в принципе сложиться, потому что я себе уже рисую вот это. А мы сейчас посмотрим, какая есть причина. Вот здесь вот такая интересная колода, называется ОХ. Мы сейчас задаём такой внутренний запрос, обращаемся к бессознательному с помощью картинок выяснить, какое всё-таки обстоятельство или какая причина является самой важной в том, что я не могу найти себе сейчас партнёра. О, Боже! Что это такое? Это отрубленная рука левая. Чья кому? Себе самому. И какие чувства здесь возникают? Ну, может, это то, что меня отягощает, избавляясь. Но мне руки очень нужны, они очень важны. Именно это то, это моя работа, это моя профессия, я делаю всё руками. Так, если у меня не будет одной руки, то что тогда? Ну, я не смогу на все 100% делать то, что я делала. То, что я хочу. Ну да, это будет очень некомфортно, конечно. То есть я не могу реализовывать себя на 100% тогда, да? Да, да. Ну, отсюда ещё можно вытащить слово, которое будет характеризовать эту картинку. Слово смех, мы его можем смотреть как в прямом, так и в обратном значении, да? Не, ну вы знаете, на самом деле, как бы я, в принципе, даже если там больно как-то, да, у меня, скорее всего, идёт место слёз. Ну, иногда я всё пытаюсь в шутку перевести. Может, это какая-то защита, я не знаю, абстрагироваться. Ну, а теперь можно соединить эти картинки, положить вот картинку туда, вместе. Как это будет вместе звучать как причина, которая мне не даёт возможность найти отношения? Может, страх подпустить близко к себе. Ну, просто когда уже были, например, одни отношения, которые, да, принесли какую-то боль, ну, и ты не впускаешь, ты держишь дистанцию. То есть первый вариант – это страх испытать боль. Ну, наверное, разочарование, наверное. Да, ещё какая может быть здесь причина? Ограничение. Чего? Себя. Да, страх, то есть чего? К чему-то большему, к стремлению к какому-то чего-то большему. Да, защита от того, что это будет… Ограничение. Отношения меня ограничивать. Мы не можем вам показать весь процесс общения психолого-терапевта с участницей. Были затронуты очень личные моменты жизни. Но вы наверняка заметили, как менялось состояние Ольги в ходе консультации. И чем глубже шла работа, тем вдумчивее становилась Оля. Работа на камеру ушла. Перед нами открылась трогательная, внимательная, добрая и мягкая молодая женщина. Причина найдена. Но это полдела. Необходимо теперь исправить ситуацию. Можно много времени потратить на проработку этого блока путём анализа. Наталья предложила более короткий, но не менее эффективный способ. С помощью методов квантовой психологии. Это ценно, когда человек хочет разобраться и ищет именно причину в себе. На самом деле все причины у нас. То есть иллюзия думает, что что-то снаружи нам мешает. И причиной оказалась эта внутренняя программа, которая позволяла ей всё время в жизни делать выбор между самореализацией, между отношениями. Когда-то так случилось, что такая программа в неё была заложена. И мы сделали именно процесс, который позволил эту дуальность, как она называется, схлопнуть. То есть мы теперь позволили человеку чувствовать себя и безопасности в отношениях, и при этом быть самореализованной. То есть эти же вещи можно соединять. Просто они у неё были не соединены. И мы видели и другие теперь эмоции, и её другое состояние. То есть эта реакция, которая была, и телесная в том числе, говорит о том, что ну вот всё нормально, всё случилось. Теперь мы Ольге желаем успехов для того, чтобы в её жизни наконец-то нашлись нужные отношения, и при этом она была счастлива, реализована так, как ей хочется.